При среднегодовых температурах свыше 30 градусов Таиланд является одной из самых теплых стран мира. Прохлада приходит лишь от осадков во время сезона дождей. В этих условиях пышно произрастают древние дождевые леса и процветает один из самых загадочных их обитателей большой индийский носорог или калао. Любители фруктов и прекрасные охотники калао одни из самых крупных и сильных птиц в лесном сообществе. В Таиланде обитает не менее 30 различных видов калао. Один из них шлемоносный носорог, другой азиатский белохохлы калао. Вот это коричневый птицы носорог. А это непальский калао. Самый мелкий вид, индийский пирожковый носорог, питается в основном различными видами инжира или фигового дерева, которые плодоносят на протяжении всего года в лесу. Часто растущие корни фигового дерева окружают ствол дерева хозяина и в итоге убивают его. Инжир очень полезен для калао, а также для других птиц и животных. Но это дерево также прозвали удушающим деревом, паразитом. Единственная угроза, которой стоит помнить, живя в раю, это бинтуронг, которого прозвали кошачьим медведем. Хотя они, как правило, питаются фруктами, они не отказываются также от яиц и от маленьких птиц. Скрыться от хищника легко. Бинтуронг упустил свою возможность. Придется довольствоваться инжиром. В лесном пологе вновь воцарился мир. Нет ничего лучше того, чтобы немного вздремнуть после обеда. Сегодня менее 26% территории Таоланда покрыто лесом. Эта цифра сократилась с 60% всего за 5 лет. В более темном подлеске, куда пробивается лишь небольшое количество света, встречаются необычные и редкие паразитические растения. Среди них открытые недавно и малоизученные деревья, чьи листья становятся красными раз в году. Они буквально светятся на зеленом фоне. Для тропических лесов характерно большое количество осадков. Почти половина всех животных и растений обитает в дождевых лесах. Времена года сменяются либо дождем, либо почти невыносимой жарой и засухой. То же происходит и с ландшафтом. Бесконечные тропические дождевые леса, живописные отвесные горы. Плодородные земли, усеянные деревьями. Для взрослых самцов Калау настал напряженный период. Конец сезона дождей. Он ищет подходящую партнершу над пологом леса. Из-за редких кроющих перьев ветер проходит через маховые перья, производя шум наподобие звука движущегося локомотива. В воздухе начинается ухаживание. Как и подобает истинному джентльмену, самец приносит подарок для своей сужины. Инжир, разумеется. Соблазнить самку задача непростая. На это может уйти много дней и ночей. Но в эти дни они не одинокие. Раз в году Калау собираются на несколько дней, чтобы завести знакомство и найти партнеров. Их скопление насчитывает сотни, иногда даже тысячи особей. Субтитры создавал DimaTorzok На протяжении этих напряженных дней самец должен неоднократно проявить знаки внимания. Он трется к клювам по самку, заигрывает, прикасается к ней, даже целует ее. По крайней мере, так может показаться. Похоже, она ощутила его страсть. Наконец, она принимает его ухаживание, нехотя, продолжая казаться недоступной. Происходит обмен новыми подарками. Самец хранит в своем забу до 20 фиг и способен срыгнуть их, когда понадобится. На краю дождевого леса другой ландшафт открывает свое великолепие. Пастбище, усеянное деревьями, покрывает землю. Здесь обитает стадо самых крупных сухопутных млекопитающих на планете. Дикие слоны. Символ мудрости в восточной культуре, славящейся своей памятью и интеллектом. Сегодня в стране живет всего около полутора тысяч диких слонов. Азиатский слон – необычайно умное и смышленное создание. Он способен проявить целый ряд эмоций, таких как радость, игривость, скорбь и печаль. Они проводят до 16 часов в сутки, поедая растения, поглощая до 300 килограммов пищи каждый день, для того, чтобы выжить. Слоны сосуществуют в мире с азиатским буйволом – гауром. Мускулистая, парнокопытная, весом в одну тонну, сильная и массивная. Гауры живут малочисленными стадами – от 8 до 11 особей с одним взрослым быком. К стаду могут присоединиться и другие самцы, переходящие от стада к стаду и спаривающиеся с несколькими самками. Слоны обожают воду. Они пьют ее и охлаждаются в ней. У самца-слона на другом берегу маленького болота гон или мост. В этот период самцы становятся агрессивными. В это время он способен убить любого, кто встанет у него на пути. После водных процедур слоны забрасывают себя грязью, чтобы защитить кожу от солнца и создать защитный слой от насекомых. Самец во время гона ведет себя агрессивно. И поэтому самки образуют защитное кольцо вокруг молодняка. Хотя самец и решает отступить, по крайней мере на этот раз, стадо слонов и молодняк ищут укрытие в лесу. На болоте иногда можно встретить оленей-зомбаров, обычно живущих небольшими стадами от четырех до шести особей, с одним оленем-самцом. Взрослая самка и ее молодняк. Иногда самцы втыкают рога в пропитанную мочой почву и трутся ими о деревья, помечая свою территорию. Он также метит и себя, направляя струю мочи прямо себя в мордочку с помощью особо подвижного пениса. Зомбары мирно сосуществуют с большинством видов, которые заняли прилегающие к болоту территории. Однако есть у них и враги. Наиболее опасные для зомбара хищники – это тигры, леопарды и азиатские красные волки. Самец собирает свое стадо на маленьком островке посреди болота. Он предпочитает защищать свое стадо от хищников на мелководье. Защищая свое стадо, самец стучит копытами и издает гулкие звуки, которые отпугивают волков и предупреждают других членов стада об опасности. Он пытается увезти хищников от своего стада. Красные волки могут напасть в стаи, но по какой-то причине они отступают. Возможно, для них сейчас слишком жарко. Или же они недостаточно голодны, чтобы приложить усилия. Они решают дождаться другой возможности. Наступил брачный период. Когда у самки течка, самец будет круглые сутки подходить к ней сзади до спаивания. У зомбаров поразительный слух и обоняние. Они необычайно развитые и позволяют засечь хищников и соперников. Появился другой самец. Соперник. Меряя друг друга взглядом, оба самца занимают позиции для неизбежной схватки за доминирование. Во время боя с соперничающими самцами зомбары сталкиваются рогами, пытаясь оттолкнуть друг друга. Меряя друг друга взглядом, оба самца занимают позиции. Похоже, битва неподалеку вдохновила этих двух слонов. Из соревнований на звание сильнейшего лишь один выходит победителем и один проигравшим. Жара и влажность приводят к кардинальной смене погоды. В отдалении гремит гром. Муссонный дождь питает тропическую флору и фауну. Но даже дождь, похоже, не способен остановить схватку зомбаров. И тем не менее, нарушитель границ в итоге признает свое поражение. Доминирующий самец продолжает ухаживание. Чужак вынужден ждать следующей возможности. Палящее солнце разгоняет тучи после дождя. Все на болоте возвращается в свое русло. Однако, чего-то не хватает. Или, возможно, кого-то. Красным волкам удалось забить юного зомбара. И теперь они отдирают куски плоти от его молодого тела. Самцу-зомбару остается лишь наблюдать. В этом скрытом уголке отдаленной территории показалось странное и редкое строение. Неглубокая пещера с рисунками и отпечатками. Подобно древней наскальной живописи. Но это постройка слона, сотворенная хоботом, а не руками. Слоны вырыли огромную яму в земле в поисках соли. Важной пищевой добавки, которую, очевидно, они нашли только здесь. На протяжении многих лет эти удивительные млекопитающие раскапывали яму, ставшую внушительной пещерой. Они приходят сюда каждую ночь. Взволнованные и уязвимые перед нападением раскапывают пещеру ради жизненно необходимой соли. Похоже, это популярное место у слонов. Буэнг-Бурапет Буэнг-Бурапет Сочетание зарослей тростника, болот, поросших лотосами, пастбищ и пышного леса делает эту территорию прекрасным местом для наблюдений за птицами в любое время года. Здесь часто можно наблюдать водяного фазанчика, птицу семейства Еркановых. Эта загадочная птица уникальна тем, что является единственным представителем своего рода. Также здесь встречается малый пегий зимородок. Он выжидает, чтобы поймать свое любимое лакомство – рыбу. Это султанка. Ее также называют султанская курица. Она известна своим громким пронзительным криком. Водяные фазанчики – полигамы. У самки бывает одновременно до четырех самцов-партнеров. Период размножения у них длится с марта по сентябрь. Каждый из самцов вьет гнездо из плавучих растений. После спаривания настаёт время для чистки перьев. В тропическом дождевом лесу произрастает много разнообразных деревьев. Подобно образцам абстрактного искусства, они причудливо тянутся в небо. В пологе дождевого леса бурлит жизнь, шумная и крикливая. Хотя гиббоны и не относятся к надсемейству мартышковых, они на них похожи. И те, и другие приматы. Члены семейства человекообразных обезьян. Дальний родственник гориллы, шимпанзе, орангутанга и человека. А вот это представитель надсемейством мартышковых – макака. Один из пяти видов макак, населяющих Таиланд. Если не считать людей, макаки являются самыми широко распространёнными приматами в мире. Короткохвостный макак с красным или розовым лицом и желтоватыми детёнышами. Любопытного детёныша, короткохвостной макаке, всегда интересует, что делают другие. Ассамский макак – чрезвычайно социальный вид. Его представители проводят много времени, занимаясь личной гигиеной, отыскивая друг у друга в шеи, насекомых и другие лакомства. Очковый лангур – мех у новорождённых светло-изжелто-рыжий. Когда им будет около трёх месяцев, он посереет. На мангровых топях вдоль тропического побережья обитают другие макаки Таиланда. Макаки-крабоеды. Их прозвали крабоедами, поскольку иногда они поедают крабов, которых находят на пляже. В последнее время они также стали питаться остатками человеческой пищи. Есть много способов пересечь реку. Некоторые макаки прыгают прямо в воду. Кому-то нужно измерить температуру воды, прежде чем совершить большой прыжок. А эта самка, ставшая матерью, похоже, остаётся как капитан тонущего корабля. Макаки кормятся фруктами, травой, корнями или корой. Ввиду их анатомического сходства с человеком, макак резусов используют для проведения различных исследований и тестов продукции. Включая разработку вакцины от оспы, полиомиелита и бешенства, а также разработки медикаментов для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Взрослые макаки прекрасно прыгают. Но у этого детёныша это тоже выходит естественно. Как и в гимнастике, для выполнения упражнений на разновысоких брусьях требуется опыт. И самцы, и самки вступают в беспорядочные связи, спариваясь множество раз с различными партнёрами. Ассамские макаки, как правило, живут в районах Высокогорья, обычно выше 500 метров над уровнем моря. Как и все макаки, они кормятся фруктами и живут группами от 10 до 50 особей. В свободное от осна время они кормятся, взаимодействуют друг с другом и вычесывают себя. Однако самка, спаривающаяся в среднем с четырьмя самцами за сезон, рискует навлечь на себя гнев доминирующего самца. Вскоре снова воцаряется мир, и жизнь продолжается. Как ни в чём не бывало до следующего раза. Макаки, как правило, скрываются от опасности, понижают температуру тела. Макаки, как правило, играют или ищут пищу. Например, водоросли, случайных мелких насекомых или рыбу. После пяти долгих дней ухаживаний, самка Калау, наконец, позволяет ухаживаться. Она осматривает гнездо, которое выбрал для неё самец. Оно выглядит приемлемым, но самка тут же начинает его переделывать. Теперь самец несёт полную ответственность за кормление, уход и защиту своей партнёрши и будущих птенцов. Он кормит её, срыгивая еду по одному куску. Ещё одна обязанность. Ил и глина собраны. Самка использует глину, чтобы заделать вход в гнездо и не позволить хищникам напасть и съесть яйца или птенцов в будущем. Самки и самцы водяных фазанчиков поменялись ролями. Самка защищает троих и более самцов. А на самцах лежит обязанность высиживания яиц и родительской заботы. Самка охраняет гнездо. Самка большого индийского носорога провела 35 дней высиживая два яйца. Самец постоянно ищет пищу для партнёрши и будущих птенцов. Это отцовская забота. Два маленьких птенца-калау увидели дневной свет. Чудо в тропическом лесу. По мере роста птенцов, их потребности в пище возрастают. Им требуется больше того белка, что содержится в инжире. Самка отвергает то, что принёс самец. Он должен выбросить фиги и срыгнуть что-то более подходящее для растущего птенца. Например, насекомое. Через три месяца птенцы становятся взрослыми. Гордый отец осматривает растущий в его гнезде молотняк снежной заботой. Ещё одно чудо на озере Буянг-Буропят. Два птенца уже вылупились из яиц. Третий всё ещё пытается покинуть свою скорлупу. Субтитры создавал DimaTorzok Скорлупу уносят, чтобы запах не привлёк хищника в гнезду. Удивительно, но едва вылупившись, птенцы уже умеют бегать, плавать и нырять. Однако, иногда суровая действительность слишком тяжела для новорождённого птенца водяного фазанчика. Вылупившись, птенцы могут пробыть с самцом до двух месяцев. В северной части Таиланда расположен горный массив Дой Чангдао. Одно из самых высоких мест в стране с живописными отвесными скалами высотой до двух тысяч метров. Отсюда. Одним из немногих животных, которые способны выжить в этом холодном и неприютном крае среди остроконечных скал и крутых утёсов, является Восточный Горалл. Подобно артистам балета, они изящно перепрыгивают с одного утёса на другой. Горалл питается различными растениями, травами и листьями деревьев. Как правило, они живут небольшими стадами от четырёх до двенадцати особей. Период размножения длится с ноября по декабрь. Самка производит на свет лишь одного детёныша. У гораллов очень немного естественных врагов, поскольку их место обитания непригодны для проживания большинства животных. Проверка друг друга – это скорее игра, нежели угроза. Обитатели тропического леса всегда рады дождю. По крайней мере, большинство из них. Птенцы Калау остаются под присмотром родителей до полугода или до начала следующего брачного сезона. Как всегда, по окончании дождя наступает приятная прохлада и свежесть. Будто знаменующее новое начало в тропическом дождевом лесу. Новое утро. Зародилась новая жизнь. На свет появились новые осени. На смену приходит новое поколение. На эволюцию видов ушли миллиарды лет. Остаётся надеяться, нам удастся сохранить их. Дикая природа Таиланда. Часть вторая. Благодаря тёплому климату и обилию дождей, здесь растут густые тропические леса, населённые многочисленными формами жизни. Животные обитают на лесистых участках страны. Всего здесь встречаются 282 вида млекопитающих и 925 видов птиц. Такое богатство видов делает Таиланд настоящим очагом биоразнообразия. Центральный Таиланд представляет собой естественную впадину. Её часто называют рисовой миской Азии. Её образуют и питают четыре реки, которые берут начало на холмах на севере страны и впадают в море на юге. Это ровная и плодородная долина. В ландшафте Таиланда доминирующую роль играют высокие скалистые горы, которые покрывают большую часть севера страны и тянутся до самой границы с Мьянмой на западе. Благодаря прохладной температуре в этой суровой скалистой местности растёт множество цветов и папоротников. В Таиланде произрастает 10% всех цветковых растений мира. Более 27 тысяч видов. Некоторые из них выживают и даже цветут в этом высокогорном ландшафте. Их названия звучат как поэзия. Перуанская ливия. Водяная ливия или кувшинка. Китайская роза. Но какими бы поэтичными и красивыми ни были эти цветы, для выживания им требуется помощь. Птицы, а также бабочки, пчёлы и другие насекомые играют важную роль в процессе размножения цветов. Птицам нужен корм, укрытие и материал для строительства гнёзд. Взамен они переносят пыльцу от цветка к цветку, тем самым опыляя растения. Тропический лес полон жизнью. Причём жизни довольно беспокойной. Каждое утро после пробуждения семья гиббонов объявляет о своём присутствии специальным криком, который можно услышать за несколько километров. Этот крик предупреждает гиббонов и других животных о том, что вторгаться на эту территорию не следует. Гиббоны – самые мелкие представители отряда приматов. Они считаются близкими родственниками горилл, шимпанзе, орангутанов, а также нас, людей. Они единоличные властители верхних ярусов джунглей. Гиббоны всеядны. Они потребляют самую разнообразную пищу. В течение дня они чаще всего питаются инжиром, а также различными фруктами, листьями и цветами. Белорукие гиббоны предпочитают питаться именно фруктами. По наличию гиббонов в лесу определяют, достаточно ли в нем плодоносящих деревьев. Еще один хищник бродит по лесным полянам в поисках пищи. Это черный гималайский медведь. Гиббоны любопытны и внимательны, однако порой слегка беспечны. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, коричневая самка остается рядом со своим самцом черной окраски. Медведи взбираются на деревья, чтобы отдохнуть, поспать, поесть или заманить в ловушку противников. Но для гиббонов они слишком неповоротливы. Эти ловкие обезьяны могут ходить по ветвям или же перемещаться по ним при помощи рук. Такой тип передвижения называется брахиацией. К счастью, здесь еще остался мед со вчерашней трапезы. Медведи не слишком разборчивы в еде. Вскоре в джунглях снова выцаряется спокойствие. Субтитры создавал DimaTorzok Гималайские медведи активны в ночное время суток. Но чем именно они занимаются по ночам? Сейчас мы раскроем их тайну. Проведя бурную ночь в танцах, рытье, ям, царапании деревьев и всевозможных потягиваниях, можно и немного подремать. Тропический климат характеризуется большим количеством осадков. По меньшей мере 200 сантиметров в год. Около 50% всех животных нашей планеты происходят отсюда, из джунглей. Там, где есть дожди, есть и водопады. А там, где есть водопады, есть реки. А где есть реки, существует жизнь. Жизнь в ее больших проявлениях. Это Бан-Энг. Эти дикие представители отряда парнокопытных утоляют жажду в реке. Крокодил притворяется спящим. Но на самом деле он поджидает добычу. Семейство индийских оленей и замбаров. Взрослые самцы следят за молодняком, не упуская возможности сцепиться рогами. Тигр в поисках добычи. Редкий, исчезающий вид. Слоны освежаются в реке, спасаясь от зноя. Кабаны учат своих отпрысков переходить реку вброд. Дикие азиатские буйволы. Они могут весить до тысячи килограммов. Как средний легковый автомобиль. И способны дать отпор любому хищнику. В нижних ярусах тропического леса, куда проникает не слишком много солнечного света, можно встретить другие, менее крупные формы жизни. Например, креветок в поисках места для размножения. Миллиарды насекомых, муравьев, гусениц, микроорганизмов и жуков. Многие из них не имеют названия. А тысячи видов еще даже не открыты учеными. Это огромный, непонятный нам мир в лесной подстилке. Жизнь прекрасной бабочки полна опасностей. На нее охотится красноногий карликовый сокол. Он жестоко расправляется с ней, отрывает голову, съедает тело и выбрасывает крылья. Рождение, охота, убийство, поедание других существ все это неотъемлемые этапы вечного цикла жизни и смерти. Стрекозы здесь встречаются самых разных форм и расцветок. Обычно их тельца имеют синий, зеленый или фиолетовый окрас. Их крылья переливаются на солнце, словно отлитые из тончайшего серебра. Каждый их глаз состоит из 20-25 тысяч более мелких глазиков. Они позволяют стрекозам точно вычислять местоположение летающих насекомых, которые составляют основу их рациона. Такая позиция спаривания, напоминающая колесо, характерна для насекомых. За один раз самка откладывает до 100 тысяч яиц, обычно в водоеме или на его берегу. Примерно через две недели вылупляются предличинки пронимфы. А затем на свет появляются так называемые нимфы, из которых впоследствии сформируются взрослые особи. Увидев свет, нимфа начинает охотиться и поедать мелких рыбок и даже членов своей собственной семьи. Длительность личиночной фазы у стрекоз длится от 6 месяцев до 7 лет. Когда личинка готова превратиться во взрослую особь, она выползает из воды и взбирается на стебель растения для финальной линьки. Стрекозы поднялись в воздух 300 миллионов лет назад, задолго до эпохи динозавров. И вот сегодня, проведя несколько лет в воде, на свет появляется еще одна прекрасная стрекоза. Она будет охотиться, испариваться, а затем умрет. Рыба-брызгон. Особым образом выплевывая струйки воды, эта рыба может сбивать насекомых со стеблей, нависающих над водоемом растений. При этом расстояние до жертвы может достигать 2 метров. Карстовые пустоты в регионе Пан-Мабха. Целая система глубоких известняковых пещер. Это напоминает замок вампира. Здесь можно увидеть загадочные геологические образования и таинственных пещерных жителей. Например, летучих мышей в поисках вечерней добычи. Или рыб-слепоглазок, которые могут взбираться вверх по водопадам. Сенсацию и по сей день тайну в мире науки. Это единственное место на Земле, где можно увидеть этих слепых рыб. Плавники по форме, напоминающие человеческие стопы, позволяют им взбираться на каменистые уступы. У них нет глаз, а тело лишено какой-либо пигментации. Розовые с белым слегка прозрачные, похожие на призраков. Вряд ли где-либо на Земле можно подобраться ближе к инопланетному существу, чем здесь. Гиббоны живут небольшими моногамными семьями, которые состоят из самца, самки и их детенышей количеством до четырех. В отличие от других больших обезьян, самец и самка гиббоны проводят вместе всю жизнь. В стволах деревьев обычно погружаю в воду руку, а потом слизываю капли шерсти. Музыка. 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 Четко определенного брачного сезона у них нет. Гиббоны могут начать спариваться в любой день, а течка у самки может начаться в любое время года. Музыка. Трогательные моменты материнской ласки. Музыка. Обезьяны, представители подсемейства танкотелых, тоже живут на деревьях. Как и гиббоны, они проводят здесь большую часть своей жизни. Они боятся воды и сторонятся любых водоемов, озер, болот, рек. Музыка. Обычно у самок танкотелых обезьян рождается только один детеныш. Реже два. Как, например, у этой самки, матери двух детей. Близняшки беспечно прыгают по ветвям, принося маме столько же радости, сколько и хлопот. Музыка. Музыка. Когда день начинает клониться к закату, из нижнего мира джунглей появляется гигантская тень и закрывает собой небо. Тысячи летучих мышей вылетают из пещер, чтобы полакомиться мелкими насекомыми. Затем наступает ночная смена. Теперь на охоту выходят другие хищники. Совы, древесные лягушки. Странный хвост или пальмовая куница. Змея из-под семейства ямкоголовых. В тропическом лесу обитает множество видов разноцветных птиц. красногрудые попугаи. Музыка. Музыка. Зеленая цисса. Ушастый древесный стриж. Музыка. Белокрылая цапля и орланг-рекун. Красноносый зимородок. Лазуревая сорока. Буроголовая приния. И главная звезда озера Бунг-Барафет малый пегий зимородок. Эти птицы с черно-белым оперением высматривают добычу, сидя на стеблях растений над водой. Затем они ныряют с небольшим всплеском и появляются вновь с добычей в клюве. Часто эти зимородки зависают в воздухе в ожидании добычи. Они могут оставаться на одном месте целую минуту. Бегий зимородок самая большая из птиц, которые умеют зависать в воздухе. Вернувшись на свою позицию, зимородок подбрасывает рыбу в воздух, затем ловит ее клювом и проглатывает. Обычно головой вперед. У птиц есть четыре базовые потребности. Еда, вода, укрытие и место, где можно вывести потомство. Все почти как у людей. Как и люди, они тоже проектируют и возводят сложные архитектурные сооружения. Дома для своих будущих детей. Краснобрюхий рогоклюв собирает материал для строительства своего громоздкого и не слишком аккуратного гнезда, который будет свисать с ветви дерева. Птица-носорог ищет подходящее дупло и запечатывает его при помощи земли и глины, чтобы обезопасить свое потомство от нападений хищников. Индийский аэстрозиня строит платформу из веток, часто на полузатонувших дверях. Желтошейный зеленый дятел выдалбливает в сволах деревьев удобное дупло для строительства гнезда. Ткачьи баи известны своим умением видеть изящные гнезда. В их гнездах всегда есть центральное помещение. Эти сложные конструкции сооружаются из длинных рисовых листьев, крупностебельных трав, и разорванных на полосы листьев пальм. Желтогорлая нектарница строит с висающейся ветвей дерева гнездо в форме колбы с навесом над входом. Снаружи ее гнездо украшено сухими листьями и семенными коробочками растений и потому выглядит не слишком опрятанно. в отличие от гнезд своих сородичей ткачей бая азиатские золотые ткачи вьют свои гнезда крайне небрежно. Когда гнезда построены и птенцы вылупились начинается суматошный период кормления. Бесконечные дни и ночи поисков пищи для постоянно раскрытых неблагодарных ртов. Птенцы питаются беспозвоночными, мелкими животными, а также плодами фруктовых деревьев. Синебородая ночная щурка гнездится в залежах глины. Она кормит своих птицов пчелами и другими насекомыми. Не всегда удается поддерживать гнездо в чистоте. Неожиданно в нем появляется множество маленьких муравьев, которые причиняют птенцам немало дискомфорта. Самки синекрылые питты нужно протянуть в руку помощи или скорее клюв. Самец помогает ей с уборкой. Он достает из-под птенцов клейкую субстанцию и уносит ее. В этом труднодоступном буддийском храме поселились самые крупные в мире летучие мыши. Летучие лисицы. Они селятся в кронах больших деревьев, сотнями, иногда даже тысячами. В дневное время суток они отдыхают на деревьях, сложив крылья и издавая громкие резкие звуки. Когда им жарко, они используют крылья в качестве апахау. Они остаются на своих излюбленных местах по многу лет. Поэтому деревья через какое-то время полностью лишаются коры и покрываются многочисленными отметинами от острых когтей, которые и позволяют летучим мышам удерживаться на ветвях. Летучие лисицы живут большими стаями. Обычно они выбирают места для отдыха на вершинах деревьев и висят вниз головой, уцепившись за ветви. Такое положение тела позволяет максимально экономить энергию. В течение дня они уделяют много внимания личной гигиене. Они могут бесконечно вылизывать и вычесывать свои шубы. По всей видимости, живя большими стаями, приходится иметь дело с не менее большим количеством паразитов. Храмовый комплекс это своего рода база, из которой летучие лисицы совершают свои дневные и ночные охотничьи вылеты. когда идет дождь, они прижимаются ближе друг к другу, используя крылья в качестве зонтов. летучая лисица взмывает в небо, словно вампир из готического романа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вот подводная часть джунглей. Андаманское море. Коралловые рифы. Настоящее сокровище здешней природы. Одна четверть всех коралловых рифов мира находится в морях Юго-Восточной Азии. Вокруг каждого рифа образуется своя собственная экосистема. Это самые древние и самые плодородные экосистемы нашей планеты. Подводная жизнь в Андаманском море более разнообразна, чем где-либо еще на планете. Например, вот рыба-крылатка из семейства Скорпеновых. А вот рыба-жаба. Яркий флейторыл или рыба-труба. Как и другие обитатели глубоководья, он живет на дне моря, неподалеку от растений и кораллов, которые дают ему защиту и укрытие. Медузы – это одни из самых ядовитых обитателей океана. Жало медузы может убить человека за считанные минуты. Однако для маленьких рыб она создает своего рода защитный экран, который оберегает их от крупных хищников. еще одно смертельно опасное существо – плоскохвост или морской крайт. Черепаха бисса. Эти черепахи всеядны. Они питаются водорослями, актиниями и даже опасными медузами. Но основы их рациона составляют различные виды морской губки. Некоторые морские обитатели могут выглядеть достаточно странно. Некоторые просто очень маленькие. А некоторые имеют незабываемый внешний вид. Как, например, этот осьминог. У осьминога восемь щупалец, которые колышутся позади него, когда он плывет. у него три сердца. Два для кровоснабжения каждая из жабр, еще одно для всего остального тела. Для защиты от хищников осьминог применяет маскировку. Он может изменить свет всего за секунду. Зеленый, красный, коричневый. или даже несколько цветов, если это соответствует окружающему ландшафту. Китовая акула – величественный и неторопливый гигант. Это самая крупная рыба на планете. самая крупная из известных особей имеет 13 метров в длину и весит более 22 тонн. Ее пасть настолько огромна, что в ней может поместиться человек. Но, к счастью, эти акулы безобидны. Они питаются, фильтруя морскую воду. Основу их рациона составляют планктон и мелкие рыбешки. На побережье и даже не всегда вдали от туристических районов можно встретить большое разнообразие морских птиц. Большая белая цапля. Птица Фифи. Птица-ходулочник. Серая цапля. И большие стаи броминских коршунов, высматривающих добычу в соленой воде. Эти коршуны выискивают добычу как в море, так и на суше. И часто питаются падалью, например, мертвой рыбой и крабами. Но иногда они охотятся и на живую добычу. На зайцев и летучих мышей. Охотясь за рыбой, они не ныряют в воду, но хватают добычу с поверхности своими острыми когтями. Там, где встречаются суши и море, растут мангровые леса. Всевозможные живые существа, которых можно встретить здесь, по-видимому, играют гораздо более важную роль в поддержании здоровья нашей планеты, чем считалось раньше. Мангровые леса используются как места нагула большим количеством видов микроорганизмов, беспозвоночных и крабов. Этот чуждый нам мир полон удивительных существ, борющихся друг с другом за выживание. Экосистема мангровых болот позволяет кормиться здесь рыбам, креветкам, болотным птицам и длиннохвостым макакам или макакам-крабоедам. Обычно эти макаки питаются крабами, но было замечено, что также они употребляют в пищу около 200 различных видов растений и плодов, помогая лесу обновляться и поддерживая хрупкий баланс в экосистеме. Макака точно знает, где искать добычу. иногда она даже счищает с краба землю, прежде чем съесть его. эта молодая макака, похоже, изобрела тренажер. К ней хочет присоединиться еще один подросток. Разгорается неизбежная драка, которую быстро прекращает подоспевший альфа-самец. Длиннохвостые макаки стайные животные. Они живут группами по 15-30 особей. За один раз самка может родить всего одного детеныша. Социальные устройства их сообществ, их поведение почти так же сложны, как у людей. Каждое сообщество состоит из альфа-самца, самок, его гарема и их детенышей. Семьи гиббонов рьяно охраняют свои территории. Громкими криками и агрессивным поведением они защищают границы от вторжения других гиббонов. На территории этого альфа-самца в поисках пищи вторгся самец-соперник. Альфа-самец защищает не только свою территорию, но также свою самку и новорожденного детеныша. Он запугивает пришлого самца и выгоняет с территории своей семьи. В это время пришлая самка тоже надеется получить часть добычи. разобравшись с первым чужаком альфа-самец немедленно принимается за нее. еще один хищник забирается на плодоносное фиговое дерево. Это бинтронг. Самка гиббона пытается осторожно выманить этого азиатского кошачьего медведя. Но он крупнее ее и она оставляет эту работу своему самцу. Гиббон и бинтуронг испытывают терпение друг к другу. И наконец самец гиббона решает отступить туда, где бинтуронг его не достанет. Но здесь ему приходится выгонять еще одного чужака. Это птица гамрай или двурогий калау. Наконец, после насыщенного дня вся семья может собраться вместе в ветвях тропических деревьев. Но для некоторых животных свобода это невиданная роскошь. Многие виды сегодня исчезают с лица планеты. Сокровищница дикой природы стремительно пустеет. 140 тысяч видов живых существ в год добавляются к списку находящихся под угрозой исчезновения. Если Земля утратит свое биологическое разнообразие, восстановить его будет уже невозможно. В Азии, как и на других континентах, дикие животные становятся жертвами браконьерства и торговли. На этом рынке люди продают экзотических птиц, незаконно пойманных в джунглях. Здесь их можно купить по самой выгодной цене. И здесь же между певчими птицами проводятся соревнования. однако вот что такое свобода. в диких участках джунглей все еще сохраняется изобилие фауны. Разноцветные птицы, шаловливые обезьяны, олени в поисках партнера для спаривания, загадочные осьминоги, бабочки, гиббоны, гиббоны, птицы-яканы, а также самые крупные млекопитающие на Земле слоны. Все эти и многие другие виды формировались миллиарды лет. Было бы здорово сохранить их еще какое-то время в этом хрупком и труднодоступном мире. на этом сине-бело-зеленом алмазе в короне Солнечной системы. На нашей планете. В нашем единственном доме. На Земле. Программа озвучена студией ARK-TV. Текст читал Игорь Тарадайкин. ARK-TV. Редактор субтитров ärり Тихо Корр. Тree организма лыс «д